Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы разбираем по косточкам горячую новинку от компании Tecno. Да, речь пойдет о Tecno Polo Neo 2, младшей модельке обновленной линейки Polo. Смартфонов, так сказать, с игровой направленностью и тут же с порога первое, что бросается в глаза, так это дизайн. Согласитесь, этот аппарат уж точно знает, как выделиться из толпы. Ребята обыграли глазок основной камеры в довольно интересной манере. Габариты у него, конечно, тоже мое почтение, но в целом смартфон смотрится стильно, модно, молодежно. Отдаю должное дизайнерам, подобное необычное решение действительно выглядит свежо. Однако, как говорится, вкусы у всех разные, поэтому с радостью выслушаю ваше мнение по поводу нашего сегодняшнего героя в комментариях под этим видео. Если же оттолкнуться от дизайна, второе, что бросается в глаза, так это его габариты. К компактам тег на Polo Neo 2 уж точно не назовешь. Повсегда отличались солидными габаритами, как говорится, все в угоду максимально крупному дисплею и ставке на автономность. О последней мы, кстати, поговорим немного позже. Так, баночка тут, но не менее монструозная и держит заряд смартфон действительно хорошо. Так вот, Polo Neo 2 получил крупный HD+, IPS-дисплей, сдиагоналив 6,82 дюйма. И самое главное, как линейка Polo, всегда делав ставку на игровые возможности и потребление мультимедиа-контента, аппарат получил еще и высокую частоту обновления экрана в 90 Гц. Да, не 120, но и не 60, и если опираться на ценник смартфона, то это вполне себе интересный вариант. По сути, Polo Neo 2 это один из немногих смартфонов с высокой частотой обновления экрана в этой ценовой нише. Кстати, все ссылочки с самыми низкими ценами на данный аппарат вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. Постараюсь отобрать максимально вкусные варианты. Так вот, дисплей, повторюсь, я выполнен по технологии IPS и в целом имеет довольно неплохие углы обзора и самое главное, хорошую максимальную яркость, что немаловажно при работе под прямыми солнечными лучами на улице. Думаю, в помещении ни у кого с яркостью особых проблем не возникает, а вот на улице это уже другое дело. Тут у доступных смартфонов с этим прям беда, но благо Polo Neo 2 держится бодрячком. Подытожив, могу сказать, что экран тут имеет хоть и разрешение HD+, но какой-то прям особой зернистости в процессе эксплуатации я не замечал. Зато подобное разрешение всегда положительно скажется как на автономности, так и на игровом потенциале устройства в положительную сторону. Сердцем новенького ТЭК на Polo Neo 2 стал старый добрый 8-ядерный 64-битный чип от компании Mediatek, а именно MTK Helio G85 с максимальной частотой работы ядер, равной 2 ГГц. За графику отвечает видеооскоритель Mali-G52 MP2, работающий на максимальной частоте в 1 ГГц. Что же до объема оперативной памяти, то тут существует две модификации. Первая с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ. Вторая с 6 ГБ оперативки и 128 ГБ накопителем. Однако в обоих случаях есть поддержка фирменной технологии Memory Fusion, которая позволяет расширить объем оперативной памяти, прибавив до 3 ГБ для версии 4.64 и сразу до 5 ГБ версии 6.128, шагом на 2, 3 или 5 ГБ оперативки на ваше усмотрение. С данной технологией мы уже, кстати, неоднократно встречались на других смартфонах от компании Tecno. Что касается общей производительности, то для повседневных задач данного железа хватает за глаза. Несмотря на то, что смартфон метит на доступный игровой сегмент, по NEO 2 можно пользоваться как и любым другим рядовым смартфоном. Даже если вы и вовсе не играете на мобилке, а вам, например, нужен максимально автономный девайс, но без фрикового толстого корпуса или защищенного дизайна смартфона для выживальщиков. Но если же вы не прочь время от времени покатать пару каточек, то и тут в целом аппарат не должен подвести. Опять же скажу сразу, надеяться на максимальные настройки графики в тяжелых играх тут точно не стоит. Но в то же время HD плюс разрешение здорово помогает Helio G85 вам показывать неплохие результаты по FPS и стабильности геймплея. Стизя нашего героя это все же какие-то онлайн проекты без упора на тяжелую графику, например, Standoff 2 на средне-высоких настройках при 90 FPS и тому подобные игры. С ними Tecno POVA 2 справляется на ура. Тут же стоит упомянуть фирменный игровой движок утилиту под названием Panther, которая по сути является средой для комфортного запуска и оптимизации игр. Например, аналогичную встречали ранее на игровых топах от других производителей. Утилита освобождает оперативную память, оптимизирует процесс и помогает выжать парочку дополнительных FPS. Снова каких-то прям чудес ждать не стоит, но тема работает и действительно помогает. Что же до операционной системы, то тут опять же актуальный 12-й андроид с фирменной оболочкой HiOS, которую мы с вами уже неоднократно разбирали по косточкам в других наших видео со смартфонами от компании Tecno. Поэтому прям сильно застрять тут внимание я не хочу. Оболочка яркая, с большим перечнем всевозможных кастомизаций, применением различных тем оформления и так далее. Работает вполне шустро, а каких-то особо критичных багов и клюков я за время эксплуатации не обнаружил. Сканер отпечатков пальцев тут находится в кнопке включения и в целом работает хорошо, как в принципе и разблокировка по лицу. Да, она тут тоже есть. Но если кому-то важно, и NFC тут тоже присутствует. Аппарат полностью сертифицирован компанией Google, так что все соответствующие сервисы тут тоже присутствуют. Ну и что может быть опять же не молажно для многих, несмотря на то, что Tecno POA Neo2 позиционирует себя как доступное решение, новинка получила стереодинамики, так что это еще один плюс в копилочку нашего героя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что по камерам, спросите вы, то тут такой расклад. Фронталочка у смартфона прямиком в дисплее сверху по центру, она тут на 8 мегапикселей, но основная может похвастаться главным сенсором на 16 мегапикселей и вспомогательным датчиком замера глубины резкости и эффекта красивого боке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тест записи видеокамеры смартфона ТЕКНО ПОВАНЕО 2. Запись ведется в максимальном Full HD разрешении, это у нас получается 1920 на 1080 точек, и вот такая, ребят, картинка в целом получается. В настройках я не нашел пункта системы стабилизации, но вроде как она работает по умолчанию, потому что, ну, сейчас идем обычным прогулочным шагом. Смартфон держу в одной руке для усложнения задачи, и вроде как, ну, картинка не сильно дрожит, если вообще дрожит. В целом, для Full HD вполне себе неплохое качество записи видео. Итак, давайте-ка еще проверим систему автоматической фокусировки на макро, как он справится с этой задачей. Давай-ка, дружище. Ага, есть. На горизонт. И еще раз макро. А ближе. Даже ближе можно. И еще раз на горизонт. Еще раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас записывается уже на переднюю камеру нашего сегодняшнего героя, и тут у нас плюс-минус точно так же, как и на основной, то есть в Full HD 30 кадров в секунду. В целом, я думаю, на фронталочку тоже можно вполне себе адекватно поснимать, там для каких-то, может быть, может, ну, не особо требовательных блогов-влогов она сгодится, для Skype, WhatsApp и тому подобного. Так, ну и вот так у нас, собственно, снимает передняя камера Tecno Polo Neo 2. Ну и, конечно же, вишенка на тортике, а именно автономность. Надеюсь, 7000 мАч вам о чем-то договорят. Несмотря на то, что Tecno Polo Neo 2 младший, он наследовал одну из главных фишек старших собратьев, а именно действительно огроменный аккумулятор. Повторюсь, в данном сегменте 7000 мАч встретишь, ну, не так уж и часто, ну, разве что в каких-нибудь фрик-броневиках, но никак уж не в относительно тонком классическом решении. Ну и, разумеется, держит смартфон просто шикарно. Экран хоть и большой, но поглощает немного. Процессор вполне себе энергоэффективный, так что на день максимально активного использования смартфона практически всегда хватает. Я сейчас о постоянном многочасовом залипании в игры. Если же пользоваться размеренно, то и до трёх дней смартфона может вполне себе спокойно хватать. Ну и в заключении, пара слов о комплекте поставки. Смартфон идёт довольно минималистичный, но при этом выделяющийся на фоне других серой картонной коробки, внутри которой мы найдём сам смартфон, фирменный защитный чехол, набор инструкций, USB-C кабеля, блок зарядного устройства с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки и скрепку для извлечения сим-лотка, а также подарочную защитную плёнку на дисплей. В целом, набор, как для доступного решения, вполне себе неплохой, как, собственно, и сам аппарат. За свои деньги смотрится более чем адекватно, его можно смело рассмотреть приобретение, если вам нужен действительно долгоиграющий смартфон-работяга с интересным дизайном, шустрым дисплеем и вполне себе производительным железом, на котором при желании можно поиграть. На этом, думаю, всё. Обязательно оставьте своё личное мнение в комментариях под этим роликом. С радостью побеседуем и разберём новенький ТЭК на повод NEO 2 по косточкам. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку видео, лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!